Давайте познакомимся. Меня зовут Астанина Кристина, мне 21 год, я менеджер 9%, живу в Томской области, село Поробель. Здесь скайп мой для связи, если вы у вас какие-то вопросы после вебинара, можете обращаться ко мне. Итак, вебинаре я посвящу автоматизации работы в соцсетях, и бонусом будет небольшая фишка с массовым фоулингом и отфоулингом в Твиттере. В работе мы встречаемся с разными процессами, которые хотелось бы как-то ускорить, которые затрагивают много нашего терпения и времени, но очень нудные, но они нужны. Итак, нам помогут в этом автоматизации работы в соцсетях сервис SMM-панер. Итак, пойдем подробнее к нему. Найти вы можете его по этому адресу, который я указала на слайде, записывайте его себе, сохраняйте. Когда мы переходим по этой ссылке, мы попадаем на сайт, где нас приветствуют. Приветствуют этот сервис и кратко рассказывают о его возможностях, что он нам дает, как с ним работать. Итак, это ускорение наполнения групп в различных социальных сетях, в том числе Инстаграм, автоматизация наполнения групп, отложенный постинг, анализ загрузки социальных сетей и распределение аккаунтов по проектам. С какими социальными сетями можно работать? Пять популярных соцсетей. На данный момент ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм. И какие же конкретные возможности предоставляет SMM-панер? Это единая панель управления социальными сетями. То есть через один сервис вы можете обновлять контент в своих группах, рассылать объявления массово по группам в соцсетях, по работе, допустим, да, или какие-то там скидки, если вы даете. Можете обновлять свои странички, ленты, хронику, на стене какие-то записи. И все это через один сервис. Не нужно постоянно прыгать через кучу вкладок от кровати и прыгать по этим вкладкам. И каждый раз одно и то же. Меня это очень сильно раздражало, особенно в Одноклассниках. У меня с этой соцсетью постоянные проблемы. Личные сообщения с трудом отправляю. С пятой попытки, бывает, с десятой. В группах вообще ужасно публиковать что-то. Постоянно меня выкидывало и не давало сделать то, что я хочу. Даже бывает перепост сложно сделать. То есть вообще просто выдает каким-то красным шрифтом, какие-то ошибки. Обещают исправить. Но ничего не меняется. Причем с разных аккаунтов, новых, старых, всегда, даже если я аккаунт не трогала в месяц, у меня все равно какие-то такие проблемы. То есть это не с лимитом связано, явно это какая-то ошибка, глюк, я не знаю. На меня так реагирует эта соцсеть. Вредная, наверное. Итак, то есть этим сервисом мы можем обойти такие проблемы технические, если они у вас тоже имеются. Все быстренько уходит, как надо. Итак, далее. Создание постов в Инстаграм с компьютером. То есть если у вас нету андроида, планшета, телефона или смартфона какого-то, на других платформах, то вы можете через этот сервис обновлять и свою страничку в Инстаграм. Также нам дается возможность отложенной публикации. Вы можете планировать время постов и на минуты, и на часы, и на дни, и на недели. Да, да. Я вот дальше покажу вам, как это именно делается. И планировать можно на неделю вперед, и месяц даже вперед. Все можно распланировать по всем соцсетям своим. Это очень удобно. Можно прямо сесть однажды, накидать на неделю вперед и заниматься рекрутингом, да, рассылкой объявлений по доскам. Да, запись я веду. То есть очень удобно и освобождать от нас, от этой нудной работы, постоянно, каждый день что-то кидать на систему, вести группы. Это хоть и полезно, и нужно, но терпения у многих не хватает. У меня, например, я ленивая, поэтому ищу выходы всегда, где-то какую-то фишечку, чтобы не облегчить мою работу. Далее, это редактор изображений, обрезков, фильтра, тексты. Также там есть наклеечки небольшие, усики можно приделать, там очочки, шляпку, если какую-то фотографию вы постите. Также там можно настроить тон фотографии, размыть фон, оттенок, настроить контрастность. Ну и нам этот сервис, конечно же, дает максимальный охват свой аудиторий, так как через один сервис можно сразу работать во всех пяти соцсетях, и при этом не на одной страничке каждый раз, а можно в один раз авторизоваться все свои странички, допустим, у вас три ВКонтакте, две в Фейсбуке, там одна в Одноклассниках, да, две в Твиттере. Вы все их можете в этот сервис однажды загнать и постоянно пользоваться. На все будут идти постинг. Также он настраивается, например, вы не хотите, вот, в Одноклассниках ничего публиковать, можно убрать его. Это все очень удобно и быстро. Интерфейс тоже очень удобный, освоить его можно за 10-15 минут. Итак, нам для пробы сервис дает 100 бесплатных постов в месяц. Далее там существуют тарифы и определенные цены безлимитно. Но я вам скажу, как еще можно обойти это все. Я пользуюсь им абсолютно бесплатно все время. Итак, начисляются эти 100 бесплатных постов в месяц, каждый месяц первого числа на ваш счет. Переем дальше. Так, инструкция по работе, кратенько, да, регистрация, знакомство с интерфейсом. Далее, выполнение условий для получения бесплатных постов, авторизация в соцсетях, создание проектов и настройка постинга. Сейчас я вам продемонстрирую, как же это все можно сделать. Так, я включаю демонстрирую. Пожалуйста, напишите в чате, видно ли вам. Вот, я уже зашла на этот сайт, адрес. Запоминайте, списывайте название, губните. Так, напишите, пожалуйста, видно, да? Есть экран. Хорошо, идем дальше. Итак, вот так вот она у нас выглядит. На слайде я вам уже показала приветственное вот это вот сообщение. Здесь у нас сбоку еще колонка новостей и возможность подписаться на группу ВКонтакте. Но это мы и так, и так сделаем, чтобы получить бесплатные посты. Это одно из условий. С какими социальными сетями можно работать и какие возможности представлять, я вам тоже уже кратенько показала на слайде и рассказала. Ниже видим тарифы, цены и безопасность аккаунта. Если вы будете за свои аккаунты, можете подсчитать, какие гарантии дает сайт. Итак, мы с этим ознакомливаться не будем. Мы сразу переходим к регистрации. Нажимаем начать работу. Сайт, допустим, доступен на русском языке и на английском. Здесь в оголочке видно. Итак, начать работу. Нажали на кнопочку и перешли на страницу авторизации через соцсети. Либо авторизацию через ваш аккаунт, если вы уже регистрировались, через электронную почту. Я вам покажу, как зарегистрироваться, например, на новой почте. Итак, нажимаем зарегистрироваться. Здесь мы вводим e-mail. Любой ваш e-mail, который вам не жалко, в принципе, сильно ушло. Никаких рассылок этот сервис не делает лишних, напрягать им не должны. Но можно сделать, в принципе, новую почту, либо воспользоваться таким сервисом. Tempmail.ru Либо любую другую временную почту. Очень удобно, когда хочет и нет, и по другой свободной. Нужно что-то быстро зарегистрировать и вообще не хочется свою почту трогать. Наборачиваться этим. Поэтому используем этот сервис. Итак, вставили мой e-mail. Далее пишем мой пароль. Какой нам комфортный, который мы запомним. Ну, и на всякий случай, конечно, записываем куда-то все в блокноте. Видимо, сохраняем наши данные. Потому что, я думаю, сервис, этот страничка, который создадет, наверное, на этом сервисе вам, появится не раз. Код приглашения оставлять не обязательно. Поэтому мы нажимаем сразу регистрация. Так. Ага, я что-то это не правильно писала. Вот такая вот быстрая у нас регистрация получилась. Ничего сложного. E-mail, пароль два раза. И все, регистрируемся. По регистрации вам понятно? Напишите, пожалуйста. Плюсики поставьте, если понятно, как регистрироваться. Так. Так. Хорошо. Понятно. Идем дальше. Итак. Нам высвано подтверждение на наш e-mail. Этот сервис, там, по моему, нам дает эту возможность, да, сразу получить сообщение, подтвердить его. Вот мы уже получили. Ага, какая-то ошибка. Прямо вовремя, конечно. Так. Вот он. Сообщение открываем. Вот мы увидим. Переходим по ссылке, чтобы подтвердить этот e-mail адрес. Чтобы авторизоваться, подтвердить регистрацию. Итак. Все. Адрес подтвержден. Сообщение это убираем. И смотрите, мы получили бесплатные посты. И сразу же при регистрации вам дается 50 бесплатных постов. Теперь я вам расскажу, как получить еще 50. Выполнив однажды эти условия, вы будете получать постоянно 50, 100 бесплатных постов. 50, которые вам и так положены, просто за то, что вы зарегистрировались и пользуетесь этим сервисом. И еще 50 за пополнение условий. Никаких танцев с Будном, вокруг Велки, там ничего не нужно делать, да, приглашать кучу людей. Все очень просто. Что от нас требуется? Это подключить аккаунты ВКонтакте и Фейсбук в этой системе. Вступить в их группу. За это нам дадут 25 бесплатных постов. И лайкнуть их страницу и их сообщества на Фейсбуке, за что нам тоже дают 25 бесплатных постов. После этого нажимаем кнопку «Получить посты» и нам начислятся они сразу же. Итак, давайте сделаем это. Подписаться на новости. Подписаться. И нажать «Правиться». Так вот, что-то нужно. Наверняка. Нажимаем «Нравится» и возвращаемся обратно. Так, условия мы выполнили. Мы подписались и лайкнули страничку. Теперь мы нажимаем кнопку «Получить посты». Нас предупреждают о том, что если вы уже получали в этом месяце за вступление в группу и лайки, то, значит, это не произойдет. И кроме того, нас предупреждают о том, что есть нибудь на интенсивности на бесплатные посты. Вы не сможете накапливать больше 100 бесплатных постов. Сразу скажу о том, что больше 100 постов у вас вот здесь бесплатных высвечиваться не будет на балансе сайта. Но если бы не успели израсходовать, да, свои все посты за один месяц и начался уже другой месяц, естественно, вам должно начислиться за 100 постов еще дополнительно. Вам округлится вот эта сумма до 100, и по мере того, как вы будете расходовать ее, вам будут резервы, так сказать, можно сказать, в облаке. Будут добавлять вам еще ваши положенные посты за тот месяц, который начался. То есть у вас будет обновляться эта цифра все время до 100, пока у вас не закончится вот эти вот новые. Ну, то есть как бы идет накопление, просто вот здесь оно не видно. Надеюсь, я понятно объяснила. Так, далее. Мы заходим в «Майли аккаунты». Что-то у нас не обновляется. Ладно, попробуем тогда так. Сейчас быстренько подтвержу, я вам уже рассказала, как это сделать. Сейчас я просто авторизуюсь, чтобы не начислили посты. Так, ну, допустим, пускай одноклассники еще были. Так, сейчас я быстренько зайду и подтвержусь. Майли аккаунта. Ну, если ты моэкуп cóсulsion, Geneazoo тогда. ШикBERG. Красавцы. Шикfed. Так, теперь должно все получиться. Все, нам начислили 50 бесплатных постов. Мы видим баланс, у нас обновился 100 постов. Все, мы можем работать. Итак, мы добавили нужные нам соцсети. Как я уже говорила, вы можете, например, не одну страничку из одной соцсети добавить. Допустим, в Однокласснике у вас странички, вы можете авторизоваться. То есть нужно зайти на Однокласснике, в новой вкладке, выйти с этой странички и зайти на ту, которую вам нужно сюда добавить. И так каждый раз, в каждой соцсети. Итак, дальше мы переходим в мои проекты. Видите, у нас здесь три вкладочки. Мои аккаунты, мои проекты и мои посты. Мои проекты, что они дают. Вот, я авторизовалась в Одноклассниках специально, чтобы показать, что еще тут можно делать, как можно автоматизировать наш рекрутинг по доскам объявлений в соцсетях. Так, давайте создадим проект новый. Допустим, назовем его личную почту добавить. И еще один сделаем, допустим, реклама. Реклама в соцсетях, да, объявление наш. Итак, далее, что мы делаем. Все, что нам нужно, перетаскиваем в тот проект, куда надо, ну, где мы хотим рекламировать, да, допустим. Вот. Сюда закидываем. Русские объявления. Так. Личные странички добавляем сюда. Проект личной странички. В общем, понятно, да, сама суть. Также у вас будут проекты, автоматически всегда называться, без проекта один. То есть это то, что у вас никуда не определено, вами, но все кучки вот так вот будут. Это тоже можно будет использовать как отдельную группу для рассылки. Итак, перейдем к планированию постов. Так как я в Одноклассниках с другого аккаунта этого сервиса работала уже, постила, поэтому история сюда перекидывается, что тоже очень удобно. Можно просматривать, что же я укладывала, когда это было публиковано. Здесь у нас, главное, на как первая колонка у нас идут изображения. Рядом с изображением, если их несколько, подписано число изображений. Дату и время, когда был совершен пост, когда опубликовалась запись. Сам пост идет, запись, да, что мы именно писали. Проект, как он называется. Вот у меня там проект личной странички был. Вот, из него и шло. Социальная сеть, в которой была сделана публикация. И можно посмотреть статус. Нам нажать на эту ссылочку на кликабельно, и мы перейдем на сам пост. Можно его посмотреть, проверить, ушел ли он, правда. Так, и давайте планировать. Здесь вставляем текст поста. Я уже заранее заготовила небольшой пост. Как раз его в группу сейчас выложу, мою рабочую. И ему полезен будет. Про зону комфорта. Вставляем. Добавляем изображение. У меня есть изображение, сразу к нему тоже. Вот оно изображение. Так, здесь мы можем сразу редактировать текст, что-то давить, что-то добавить. Добавить смайлы какие-то. Здесь выбор смайлов в МЛЗ достаточно широкий. Можно как-то красиво, ярко оформить ваш текст. Далее, как я и говорила, здесь есть редактор фотографий, картинок. То есть нажимаем на этот карандаш. И здесь можно уже фильтры какие-то сделать, да, обработать фотографию. Нажала сейчас. Ну, что-то у нас подвисает. Ладно, не суть важна. Попотыкайте, посмотрите, наклеечки здесь есть. Можно повернуть картинку, если она у вас как-то не так лежит, да. В зеркальном отражении можно повернуть. Как это у нас что. А, это у нас разметие фона получается. Обрезать можно фотографию, если что-то лишнее. Так что-то какая-то надпись вам не нужна. Или просто как-то картинку более компактно сделать. Все здесь настраивается. Даже рамочки есть, наклеечки. Текст можно добавить какой-то сразу на картину. Но я ничего менять сейчас не буду здесь. Меня устраивает картинка. То есть там можно редактировать. Также изображение можно сюда перетаскивать. Просто берете, вкладаете его и тащите. Видите, да, он там появляется. Кошечка, куда можно вставлять. И можно добавлять ссылку. Добавляйте ссылку и она опубликуется. Станет в правильном месте, так сказать. Также здесь есть возможность удалять посты. Например, если вы часто рассылаете по группам в одноклассниках, по доскам объявлений, свои объявления. Некоторые бывают, доски объявлений не очень популярны. Там люди есть, но они как-то редко публикуют что-то свое. И, возможно, бывало такое, что у вас просто получалась лента только ваших объявлений. Кого-то использователь это может раздражать, что вы так часто постите что-то, и только ваше объявление от родителей не видно. Кто-то может просто пожаловаться, вашу страничку сборить. Чтобы этого не происходило, можно настроить автоматически удаление этого поста вашего. Здесь выбираете количество, когда вы хотите, чтобы это удалилось. И здесь можно выбрать от минуты до недели. Минута, час, день, неделя. Через какой промежуток времени вам нужно, чтобы этот пост был удален с вашей страницы. Итак, мы делали проекты. Мы их назвали реклама, личные странички и стандартный проект, который будет у вас всегда без проекта. Это те странички, группы, которые вы никуда не определили. Давайте мы в личные странички кинем. Пускай прямо сейчас обвлекаются. Можно здесь выбирать даже дату на календаре, планировать вообще постинг на неделю, на год, может быть даже на год вперед. И время выбирать от часов до минут. Также, если вы не хотите, чтобы у нас в Facebook, допустим, ушла запись, я просто крестик нажимаю, и все. То есть мне проект сам редактировать не придется. Я просто здесь не нужно, я убираю крестика. Итак, и из рекламы. Я хочу в своей группе рекламовать. Так, а я ее не добавила. Ага, вот, значит. Сейчас я выберу без проекта. Добавится много лишнего. Сейчас я уберу крестиком. Все, что мне не нужно. Вот еще предлагаю, я туда не буду просить. Что-то вы на блоге. Так, вот моя группа работы в интернете, стер-групп. Ее я удалила на тень. Ну ладно, потом опубликую. Не буду время задерживать. Вообще, мы смысл полнили, да? Можно добавлять что-то из проектов. Если в этом проекте вам не нужна страничка сейчас, чтобы на ней что-то было опубликовано, вы просто крестикой выбираете. Настраивайте время и нажимаете ОК. Как я говорила, время вышло. Ну, думаю, опубликуется без проблем. ОК, ждем. Здесь вот есть кнопочка обновить. Обновляем. Статус опубликован. И проверяем. Заходим в контакт, да? Обновляем страничку. Вот, пожалуйста. Наш пост ушел. Значок будет гореть небольшой, что с помощью этого сервиса мы сделали публикацию. Все работает. На фейсбуке я убрала, нет? Да, я в однокласснике публиковала все точно. На фейсбуке я убрала. Итак, с постингом, я думаю, вам понятно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам понятно по тому, как постить, как добавлять проекты, как авторизоваться. Да, я кидала не один раз. Я в рекрутинг ссылку и краткое описание в своем и в своем чате я писала. Ну, да, бывает такое, что я игнорю очень полезные сервисы, а потом, когда уже наглядно я их вижу, я уже понимаю их суть, их плюсы, и начинаю пользоваться. По поводу банят, не банят. Да, банят. То есть нужно тоже это все аккуратненько делать. Масориты пробовали с мороза. У нее сразу забанят странички. Итак, с этим все понятно, да? Так вот сервис выглядит. Каждый месяц, вот мы уже потратили два поста, да, у нас осталось 98. Месяц начнется, с первого часа она начнет еще 100 поста. То есть вот эта цифра у нас округлится до 100. И оставшиеся, которые сюда не помещаются, так как у нас лимит, мы не можем больше накапливать. Но они будут нам добавляться все равно. Вот таким вот образом. По поводу того, что если вам не хватает 100 поста на месяц, да, у вас, допустим, очень много групп, очень много страничек в соцсетях, и, ну, просто не хватает. Можно сделать здесь, ну, не знаю, 5, 6, 10 страничек. На этом сервисе зарегистрировалось очень много страничек. И, допустим, одну сделать чисто для одноклассников, да, чисто для ваших страничек личных, для личного бренда. Другую страничку сделать на этом сервисе для постинга в Инстаграм, на ваших страницах. Третью для Твиттера, четвертую для ВКонтакте, пятую там чисто для групп, да, шестая чисто для спама по группам. То есть вы можете это все распределить, как вам ваша фантазия хватит. Да, согласна. Хотя ВК тоже стали очень агрессивно, так же, как одноклассники, блокировать. Меня сейчас в последнее время мемы родят, меня прям удаляют навсегда. Чтобы разблокироваться, мне приходится фотографироваться с паспортом, на фоне компьютера, на фоне сообщения, и, в общем-то, это тоже мне всегда помогает. Так, демонстрацию экрана я завершаю, и переходим к бонусу, который я вам обещала. Совершить. По инструкции мы прошлись, вам все показала. Вопросы есть по этому? Чем-нибудь еще по этому сервису конкретно? Если есть какие-то вопросы, пишите, я увижу, вам отвечу. Так, идем дальше. Итак, масло и флоуинг, и анфлоуинг в Твиттере. Если перевести на русский, то можно сказать, как начать читать большое количество людей, или перестать их читать одним кликом. Кто рекрутит и вылетит в Твиттере, я думаю, понимают, что нужно много людей читать, потом от них отписываться, так как там существуют лимиты. Допустим, если у вас ноль читателей, то вы можете начать читать только 2000 человек. Добавляется там у вас читатель, да, вам еще прибавляется возможность начать читать. Но вот эти 2000 человек набрать, читать их на чате, очень сложно. У меня просто терпения и сил не хватает. Очень мне нравятся идеи с... Не совсем обоспанела надежда. Что именно потом? Напишите подробнее. Итак. Так, в общем, да, читать много людей очень сложно, начать им за раз, да. Это нужно не один час даже набрать 3000, 2000, да даже 1000 я набирала неделю. Очень сложно было. А, ну, потом, если что, напишите в скайпе, я вам скайп свой в конце напишу, либо пересмотрите в записи. Там интерфейс очень легкий, 10-15 минут разобраться можно. Также можно на ютубе ролики посмотреть, там тоже есть сам сервис, обучающий ролики выкладывать. Я находила, но я их не просматривала. Думаю, там тоже все очень хорошо и понятно рассказано лучше, чем я. Так, и вот. Вот, допустим, нам нужно начать 2000 человек читать. Это, если кто знаком с Твиттером, это открывается список людей и кнопочка с каждым читать, читать, читать. Три человека в строчке. И вот так вот список идет, идет, идет в сплошной линии. Ну, очень сложно это все тыкать, это и час, и два, и три можно потратить. А в итоге выхлопом может быть и небольшой совершенно. И откликов может быть мало. Так как заметили уже многие на своем опыте, на опыте других, что у кого-то какой-то способ работает, рекрутингов хорошо, а у кого-то нет. Вот у меня от Твиттера отклики были. Ну, конечно, не так много, потому что я очень долго набирала нужное количество читаемых мною. Так как у меня терпения просто не хватало. Это очень сложно, и это терпение нужно медленно. Поэтому я вчера буквально нашла эту фишечку и сразу буду с вами. Она просто волшебная. Краткая схема действий. Необходимо вызвать в браузере консоль нажатием клавши F12, либо найти в меню, нажав правую кнопку мыши на пустой области экрана. В конце появившихся окна, вставить вот эту комбинацию. Не учитесь, не переписывайте. Сейчас я вам инструкцию текстово перегину в чат. Вы сможете ее скопировать, и куда-то они себе в текстовый файл будут вам переписать. Вставляем эту волшебную комбинацию и нажимаем Enter. После нажать на пустую область экрана с пользователями Твиттера, которых вы хотите анфолвить или полить. Делайте небольшую паузу, чтобы не перегружать компьютер. У меня подвисает, когда там большое количество людей я хотела анфолвить. То есть ждем. Компьютер обрабатывает действия. И через вторую секунду все готово. Инструкцию сейчас вам скидываю быстренько. И более подробно на скринах я вам покажу, как же это все выглядит в действии. Так как схема действий, ну если честно, новичку наверное непонятно будет. А на скринах уже будет более понятно, что и куда. Итак, как полить. Хорошо, потом продаблирую в скайп-чат. Не копируется. Ну жалко. Ладно, я потом скайп открою и скину кидаю инструкцию. Пока что просто перепишите вот эту команду самую. Без кавычек и без пробелов. Начиная с доллара и заканчивая круглой скобкой. В принципе это все, что вам нужно закомнить будет. Остальное все, ну очень просто. Очень просто и быстро. Все легко. Как фолловить? Смотрим первый скрин. У меня был твиттер-аккаунт. Создавала для рекламы. Хотела подрабатывать этим образом. Ну не срослось именно из-за того, что очень много читать людей надо. И потом от них отписываться, так как лимиты. В общем у меня это не пошло. У меня терпения не хватило. Я ленивый. Все. У меня осталось 144 читателя, которых я читаю. Читаем их мною, людей. И так, вот я ввела. Запомните цифру 144. Нахожу я первого попавшегося человека, живого, не бота. То есть, либо имя, либо ник какой-то, да, фотография там. Ну просто видите, что профиль ведется. Твиттер ведется, блок. Там какие-то фотографии публикуются. Человек живой. Не бот. Все адекватно и нормально. Заходите в его читаемые. Ну я, так как первая попавшаяся, на небольшом количестве вам покажу. 72 читаемых ей людей. И сразу предупреждаю, что цифра в конце будет отличаться от той, которая должна быть. 72 плюс 144, 216 получается. У нас получится меньше. На 19 человек. Так как, обратите внимание, в этой соцсети, так же, как у многих, есть возможность закрыть свой профиль, замучка от посторонних вас. И этим людям, конечно, придет оповещение о том, что вы хотите читать. Они либо его подтвердят, либо отклонят. И таким образом, если они его подтверждают, у нас здесь прибавится этот человек. Читаем их. Итак, как видите, как я говорила, вот три человека в строчку входит и вот так, в сплошной линии они идут. Каждого читать, даже 50 человек, очень терпение нужно иметь. Минут 10 займет. Так как я еще и люблю адвлекаться на что-то, либо у меня компьютер начинает подвисать, у меня с характером постоянно подвисает, когда не нужно. Поэтому у меня просто в пытку превращается такая работа. Мелкая, но нужная. Итак, чтобы не делать этого, каждого не кликать, мы переходим к следующему шагу и я вам покажу, как сделать. Итак, мы зашли в ее список, читаем их. И почему именно в читаем их заходим? Потому что она читает этих людей, она выбрала их, потому что они не боты, скорее всего, потому что она пожилой человек, и боты неинтересные, читать роботов там, и которые мне какую-то фирму пишут, откровенно говоря. Поэтому она читает интересных людей, живых, либо какие-то просто интересные странички на подобии группы. Среди группы создавать нельзя, поэтому создают страничку с ссылками на свою группу ВКонтакте, Вейсбуке и так далее. То есть она читает то, что ей интересно, а то, что живое. Мы листаем в списке читаемых в самый низ до упора всех вот этих людей. Пролистываем и на пустой области экрана нажимаем правой кнопкой «Миша». После этого у нас появляется вот такой меню, и мы выбираем в нем пункт меню «Посмотреть код элемента». У меня три браузера. В Гугле там просто «Посмотреть код». В Facebook я не проверяла. Но, думаю, найдете, разберетесь. Если не сможете найти, можно загуглить, как посмотреть код элемента. А вот в таком-то браузере. Итак, переходим дальше. В появившемся окне появляется такое окно «Посмотреть код элемента». Вот оно. Появляется там программный язык. Нам он не нужен. В принципе, мы выбираем вкладку «Консоль». Вот она у нас здесь. Нажимаем на нее. Нашу заранее скопированную волшебную вот эту формулу, команду, с помощью которой мы будем «фолвить» и «унфолвить» вас. Мы ее копируем и вставляем сюда. Нажимаем «Интер». После этого мы нажимаем на пустую область экрана. Где-нибудь, да, вот здесь можно так, ну, тут или тут. В общем, не важно. И ждем пару секунд. После этого наш запрос обрабатывается. Здесь будет тоже много всего всяких формул написано по запросу о программном языке. Нам это не нужно. Мы просто видим, что у нас кнопка стала «Читаю», да, гореть синеньким и написано «Читаю». Все, значит, сработало. Мы закрываем нашу консоль вот здесь на сроковистик нажимаем и переходим в наш профиль. И смотрим, у нас добавились читаемые. Мы начали читать на 19 людей меньше 72, чем должно быть, потому что у них профи закрытые не позже подтвердят либо в понятности. Естественно, если они подтвердят, у нас здесь высветится, что они еще добавились. Итак, по тому, как фоллит людей понятно этой команды. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если понятно. Слажновато. все, что вам нужно запомнить, это заходите в первую попавшую счетку человека, который читает много людей, смотрите, чтобы этот человек сам по себе был живой, нормальный, адекватный, чтобы там не было потов у него в читаемых. Заходите, повторите, и вы все поймете. Это очень просто на самом деле. Все, что нужно, вам просто сохранить себе вот эту формулу волшебную и запомните пару нюансов. Это заходите в читаемые, пролистываете в самый минус список, который вы хотите начать читать либо пересочетать. Вызываете консоль, инструкция выше и вставляете формулу, нажимаете интер на пустую область экрана затем и все, ждете. Запрос обрабатывается буквально за несколько секунд, 30 секунд может самое долгое Instagram. Очень много людей хотите начать читать или начать читать. И в общем-то все. После этого закрываете крестиком и смотрите все профили. У вас тут обновится. Людей, которых начали читать, они здесь добавятся. Далее идем. Как анфорить людей этим же способом все то же самое абсолютно. Только в этот раз мы заходим в своих читаемых на примере своей рабочей страничке покажу. У меня здесь было 3000 с лишним читаемых мной. Я вчера села их хотела перестать читать и просто не выдержала решила загуглить как же это все автоматизировать. Может какой-то сервис есть или приложение для телефона. Я пользуюсь этим приложением для телефона, но там лимиты есть, так как он бесплатный, а если хочешь без лимитов все ханфоллить, ну там тоже приходится каждому телефон это как-то неудобнее, чем мышка, если честно. Быстрее происходит, но там лимиты и тоже времени это займет. поэтому я загуглила, перешла на ютуб, там мальчик все очень хорошо и быстро рассказал, я сразу же все скопировала, все, что мне надо инфрукты все прописала и как раз узнала, что я выпаду, ну думаю, почему-то делиться со всеми такой задумкой, да, это фунтизирует работу, такую нудную, но и нужную, такие процессы сделают легче. Итак, заходим на нашу страницу, заходим в наши читаемые, которые мы хотим перестать читать, да, потому что у нас лимиты и нам нужно еще людей читать новых, но нам не позволяют, так как мы и так уже много читаем, либо часто читаем. Итак, заходим, у нас отсвечивается список, ну слайдом я тут закрыла, чтобы как бы все более кратко было там, в общем, то же самое, список идет, но и читаем их, видим кнопочка горит синеньким, я его читаю, этого читаю, и того, который читаю на заднем плане. Мы листаем этот список в самый-самый-самый низ, нажимаем на пустой области экрана, правая кнопка мыши, у нас появляется опять это же меню, мы опять выбираем просмотреть код элемента, дальше у нас опять появляется это окошко с кодом элемента, да, выбираем в нем мы вкладку консоль, вставляем нашу волшебную формулу, нажимаем интер, нажимаем на пустую область экрана где-нибудь вот здесь, да, и ждем. Все, после этого у нас появляется, вот я синий, обвела, грамочку синенькую добавила, да, там появляется команда, но нам в этом нужно только то, что написано в квадратных скобочках, число, это число тех людей, которых мы сейчас предстали одним кликом читать, мы предстали читать 667 человек за один клик. после этого мы нажимаем крестик, консоль убирается, мы заходим на наш профиль и смотрим, что же мы видим. У нас вкладка читай, мы совсем ушла, потому что мы ни одного человека не читаем, ну, вместо, что-то не занимало на сайте, да, эта вкладка, но человек, мы читаем. вкладка у нас совсем исчезла. Вот таким вот образом можно массово читать людей много и много перестать читать. Думаю, будет полезно для тех, кто рекрутирует в Твиттере или тех, кто собирается рекрутировать. Итак, есть ли какие-то у вас вопросы по первому методу, по второму, задавайте сразу и отвечу вам. Спасибо. Я тоже очень рада, что нашла эти способы. Линь моя, меня подвигает к прогрессу. Я постоянно нахожу какие-то лайфхаки для себя, чтобы облегчить себе жизнь и работу. Так, вопросиков нету, наверное, да? Разбирайтесь, что пишите мне в скайпе, сейчас вам напишу свой логин повторно, да? После что пишите мне. Добавляйтесь, я вам помогу, чем смогу. Итак, поставьте, пожалуйста, мне оценку за это облучение по кодибальной шкале. Пожалуйста, Сергей. Спасибо. Надеюсь, всем понравилось, было полезно, либо будет полезно в будущем. Надеюсь, что-то новое для себя вы подчеркнули и будете использовать в работе. Делитесь со своими новичками этими лайфхаками, облегчайте жизнь друг другу и себе. Итак, я вас благодарю за внимание, рада была вам всех здесь видеть, познакомиться с кем не знакомы, желаю вам успехов и карьерного роста. Если будут вопросы, обращайтесь с карты. Сейчас я в территории роста скину инструкцию по этой консоли. Там все себе скопируйте и сохраните себе куда-нибудь. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.